Привет! Целых одиннадцать посылочек и сейчас мы их будем распаковывать. И как обычно посылочки будут на фото тематику и не на фото тематику. Те, что на фото тематику пойдут в мой основной канал, на не фото тематику, на мой второй лайв канал. Ссылочка на второе видео будет в описании. Итак, поехали. Берем что-то маленькое. Что это может быть? Те, что на фото тематику используют в основном для видеосъемки. Я в большей степени его использую все-таки для фотографии. Очень интересные получаются новые ракурсы. Вид сверху, сбоку, издалека сбора невесты. Жених с невестой, сбоку, сверху. Очень интересные новые ракурсы. Очень классный квадрокоптер. Mavic Pro. Вот это вот крепление, защищающее видеокамеру, моментально сломалось. Идеально. Почему не догадались производителя Mavic делать именно такие крышки? Родная крышка занимает больше размера, нежели вот эта вот китайская. Стоит она недорого. Ссылочку оставлю в описании. Тем, у кого такой квадрокоптер будет очень полезно. Недавно на моем YouTube-канале была важная для меня цифра. Это 1000 подписчиков. Сейчас уже чуть-чуть больше. И впервые со мной вышли на связь о сотрудничестве. Одна компания предоставляет свой фототовар для того, чтобы я сделал обзор. Ну, собственно, этот товар и оставляют. Это интересное. Будет, наверное, сотрудничество. И мне показалось, что интересный товар они предоставляют. Поэтому это будет не ради рекламы, а все-таки интересный и полезный аксессуар для фотографов. Посмотрим. Я думаю, в ближайшее время выйдет ролик на эту тему. Кроме того, я бы хотел еще найти контакт с продавцами фототехники для обзора новых камер, новых устройств, новых вспышек. И если такие контакты есть, или вы являетесь представителем какой-то фотофирмы, давайте сотрудничать. Я сделаю обзор техники. Само собой, техника с возвратом. Итак, поехали дальше. Так, ну что, следующее хоть будет на фото тематику или нет? И да, карта памяти SunDisk. Ходят разные мнения, можно ли покупать карту памяти в Китае, опасно ли это. Проверим, затестим. Я уже покупал карты памяти, попадался и на некачественные, и на вполне очень-очень даже качественные, которые годами работают. Их нужно при покупке очень хорошенько погонять, протестировать. И, может быть, одно из видео я выпущу, как это делается. Покажу, как их гонять, тестировать и проверять, какого они качества. Стоимость этой флешки была в 2 или в 3 раза дешевле, чем в наших компьютерных магазинах. Конечно же, если не уверены в качестве флешки, то лучше использовать ее в таких устройствах, в которых потеря информации не так сильно важна и критична. Я ее сначала протестирую, прогоняю на специальном программном обеспечении. Проверим, соответствует ли объем, емкость. Эта программа специально на максимальной скорости записывает, полностью ее забивает, потом считывает и проверяет, все ли нормально. Бывают флешки некачественные сразу же, при такой сильной загрузке, греются и выходят из строя. И лучше уж, чтобы на программе она вышла из строя. И если этот тест проходит, то большая вероятность, что все будет нормально и дальше. Можно пару-тройку раз провести такой тест. И если она сразу выйдет из строя, то продавец вернет деньги. Если она пройдет несколько раз этот тест, то отлично сэкономили денежку на покупке флешки. И можно дальше ею пользоваться и не особо бояться. О, продавец еще положил коробочку для флешки. И еще положил брелочек. Я думаю, детки заценят. В одном и следующем видео мы затестим все-таки эту флешку. Я покажу, какой программкой пользуюсь и как она пройдет тест. А пока ссылочку на флешку оставлю в описании. Так, поехали дальше. Это на фото тематику штучки. Да, так оно и есть. Это такие классные лопухи. Лопухи на вспышку от фотоаппарата, которая крепится на горячий башмак фотоаппарата. А это на резиночке. Очень удобно. О, сейчас на моей витрине продаж появилась вспышечка. Вот, Canon 430 вторая версия. Клевая вспышечка. Я на ней немного отработал. И потом она у меня долго каталась со мной как запасная. Основная у меня 580. Отличается тем, что 580 это, соответственно, больше мощности. Там ведущее число 58, а здесь 43. Но вспышки редко, когда используются на максимальной мощности. Все в основном они автоматически срабатывают на каких-то меньших значениях мощности. На максимальной мощности не так уж и часто. Вот. Мне ее стало не хватать только тогда, когда начал снимать с помощью синхронизаторов во внешнем состоянии. На солнце, чтобы перебить солнце. Нужны большие мощности. И там тогда мне уже ее стало не хватать. И я приобрел 580-е вспышечки. Это уже катается просто запасной. Поэтому я ее выставляю на продажу. А на примере ее я покажу, что это такое лопух. Ну, вспышка в первую очередь умеет снимать как так называемый способ в лоб. То есть на фотоаппарате крепится вспышка. И вот так вот она светит прямо перед собой. Но в этом случае рисунок на лице такой очень плоский, прямой. Поэтому многие фотографы используют вспышечку вверх. То есть свет от вспышки бьет в потолок. И с потолка уже мягкий рассеянный свет идет на модель. Но в то же время сильный верхний свет. Это не очень хороший свет. Потому как появляются тени такие. И для этого вот используют вот такие лопухи. Либо так, либо для большего светового потока серебристая сторона. Они имеют и с той стороны, и с той, и с обратной стороны очень тупую резиночку. Которая, с помощью которой она достаточно надежно крепится к вспышке. Плюс такого лопуха тем, что не нужно клеить вот эти вот липучки. Без этой поклейки. Просто быстренько раз и зафиксировал. Стоит они очень недорого. Что-то там в районе 150 рублей, по-моему. Вот. Иногда теряются. Поэтому я взял их две. Разные конструкции были. Вот эти конструкции самые такие очень простые и мобильные оказались. Поэтому очень рекомендую. Ссылочку оставлю в описании. Ну что ж, все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Смотрите все ссылочки под видео в описании. В том числе ссылочка на это же видео, вторую версию. И ссылочки на мои соцсети. Все. Спасибо большое. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok